Полезное время на радио шансон. Российский эстрадный певец, заслуженный артист Украины Николай Трубач. Здравствуйте. Добрый вечер. Как мы в унисон встретили. Каково живется творческим людям в наше вот такое странное время, Николай, расскажите. Нам живется прекрасно. Так, вот это люди, музыканты-оптимисты. Да, мы не падаем духом, мы работаем, не даем себе, так сказать, застыть в янтаре. Поэтому репетируем, работаем, играем, концерты. То есть все как обычно. Ну, иногда болеем, конечно. Мы все переболели. А, вот. Да, да. Мы желаем вам крепчайшего здоровья. Ну, будем стараться, да. Всей стране крепчайшего здоровья. Мы всей стране, всем держаться, то есть и не унывать, самое главное. Все будет хорошо. Спасибо. Музыка, вот, по крайней мере, у меня есть такое. Когда слушаешь музыку, ну, внутри есть ощущение приятных, счастливых эмоций. Я просто слушаю как меломан. Как слушаете вы? Насколько она влияет на вас благотворно? Все-таки вы и профессионально это делаете. Ну, музыка, она очень разнообразна, поэтому по-разному влияет. Если плохая, то, конечно, то есть эмоции, соответственно, отрицательные. Ну, я вообще музыки мало слушаю. А если слушаете, то что? Я слушаю классику, как обычно. Классику или детские песни, например, очень люблю. Например, какие детские песни? Вот здесь Шаинский, что это? Ну, Шаинский, просто на самом деле, ну, все привыкли, что это детская музыка, Шаинский, да, и все такое. Ну, он же писал для Анны Герман на минуту. Ну, это же величайшее. Ну, просто от улыбки хмурый день светлый, от улыбки в небе радуга проснется. Там гармония богатейшая. То есть эта песня шедевр просто. Это песня уровня Yesterday на самом деле. И тогда наверняка сразу с мажора в минор, понимаете? Кто такое может придумать? Это очень красивая песня. И таких просто масса песен. Очень люблю. Потому что у меня, во-первых, внук уже, я уже дедушка. Так. Вот, два года внуку, и теперь уже обязанность моя вместе с ним слушать. Знакомить внука. Да, он очень любит песни, он любит эти мульты, особенно советские. То есть, и вот он реагирует на эту музыку, и я как бы вот сейчас... Бременский музыкант уже послушал, посмотрел. Это один из любимейших. «Луч солнца золотого» мультиков. Это просто потрясающе, да. Там не только. Что слушали в детстве вы, дорогой Николай, когда приняли решение заняться музыкой? Ну, что повлияло? Я фанател от советской эстрады. Мне очень нравилась песня. Не смейтесь только, но у меня мурашки прям шли по коже. Помните, вот это? «День за днем идут года зори новых поколений, но никто и никогда не забудет имя Ленин. И Ленин всегда...» Да не на шансоне это будет сказано, да произнесено это имя, но это тоже, кстати, музыка, это же потрясающе просто. Вот если убрать всю эту, так сказать, историю... Ну, идеологическую составляющую. Идеологическую составляющую. Это просто шедевральная тоже вещь. Мне нравились эстрадные всевозможные коллективы. То есть это в 70-х годах. То есть начиная там от Богатикова и заканчивая там Пугачевой, да. А в 80-х уже, конечно, там в начале, в 70-х, когда мы уже начали там что-то бренчать, на гитарах, уже на танцах, все такое, то там уже появились, конечно, группы, я не знаю, там, «Круиз», «Карнавал», «Альфа», «Автограф», «Диалог». То есть «Круг», потом, чуть позже, там, Игорь Савханов. То есть это был целый пласт, и уже интерес был немножко другой. То есть я на отечественной музыке, на качественной. Ну, вот вы показали инструмент, как бы, гитара, но мы же знаем, что Николай трубач. Вот, труба, как, как, почему труба? Почему труба? Я смогу быстро ответить на это? Давайте. Ну, потому что это был, трубачи в оркестре шли впереди всегда. Я когда маленький поступал в музыкальную школу, я сказал, я буду играть только на трубе, потому что они идут впереди, девчонки их видят. И эти, они, самые маленькие трубы, это не тубы, не тромбоны там какие-то, волторны. Потом я сказал, только на трубе буду. Ну, слава богу, все сошлось, и мои возможности физические, и желания. Дорогие гитаристы, если вы думаете... Берите на вооружение. Да, юные гитаристы покорять девчонок. Какая гитара? Ну что вы, труба. Да даже сейчас трубачи ближе всех, например, на парадах стоят, так сказать, первым лицом. Спасибо. Сейчас буду по-другому смотреть на параде, на штат музыкантов. Они же все видят, в первом ряду, так сказать. Я живу в раю. Это песня, которая прозвучит у нас в эти минуты, поет Николай Трубач. Николай Трубач, не без помощи Александра Маршала, только что в эфире Радио Шансон в рамках шоу «Полезное время». Как такие красивые песни создают люди, не знаю. Никто не знает. Вот что-то есть в этом, какое-то сверхъестественное, но мы вот вас благодарим за такие произведения. Ну, как-то же они рождаются, вдохновение приходит. Как это случается? Мне трудно сказать, как случается. Ну, должно что-то сойтись. Песни, они пишутся все время, но не каждая из них становится хорошей песней. Но вы как-то чувствуете? Вот это хит, а это полежит пока. Я ничего никогда не чувствую. То есть вплоть до момента какого-то всеобщего признания. Потому что у меня на самом деле, ну, я сочинил в своей жизни, наверное, в районе двухсот песен. Но по-настоящему классных из них может там три-четыре десятка. Ну, очень хороших может еще пару десятков. Но вот экстра-класс настоящих хитов, я думаю, ну, четыре-пять, не больше гениальных таких веществ. Не побоюсь этого слова, скромненько. Всенародно признан. Ну, в общем, да. Ну, те, которые я сочинил, я имею в виду. Поэтому хватит уже и такого, потому что рецепта не существует. Должно сойтись очень много звезд для того, чтобы песня стала всенародно известной, по крайней мере, и любимой. А любимая это еще более тяжелая задача. То есть тут уже, не знаю, туда забраться невозможно. По поводу звезд у меня есть вопрос. Вот, по крайней мере, в интернете обнаружил такую информацию, что Николай проходил армейскую службу в морских частях погранвойск в Анапе. То есть, представляешь, в армии служить в Анапе. Да, три года. Не отдыхать. Это тебе в ответочку. Три года. Заметь, Ром, не отдыхать. Служить. Ну, незадолго до окончания службы сделал пробные записи, находясь уже в военном оркестре. Да. Как это вот все там было, расскажите. Да там потрясающие были. Я встретил там просто потрясающих музыкантов. Мы там по всем подразделениям собирали магнитофоны. Мы осваивали вот эту систему, как это все их вместе коммутировать, чтобы можно было запись нормальную сделать. И мы сделали с этими музыкантами первые записи, в частности, «Научись играть на гитаре» песню я там сочинил. То есть, вот в Анапе, в конце 80-х. Да, есть у меня такая песня, да, вот родилась. «Научись играть на гитаре». Более того, я отсылал свои записи оттуда, перед дембелем буквально куда-то там в Москву, я помню. И они дошли, эти наши любительские армейские записи, до самого Артемия Троицкого. Ух ты. Да, и он написал про меня в журнале там, в каком-то музыкальном известном. В общем, я приехал из армии, такой уже как бы типа... Все, я уже думал, наконец-то у меня начали песни получаться красивые. «Талантливый пограничник» приехал из Анапы с хорошими песнями. Хорошо звучит. А как иначе, да, уже практически песня. «Талантливый пограничник». Сейчас в конце эфира хит напишем. У нас время еще есть, друзья. Если вы хотите спросить о чем-то Николая, то тогда помните. 8-909-955-1030-смс-вотсап-вайбер. Если вы собираетесь на концерт Николая, тогда мы вам сами расскажем, где в ближайшее время Николай Трубач будет выступать. Вы просто оставайтесь в компании «Радио Шансон». Поговорим мы о творчестве и не только. Сейчас у нас музыкальная пауза, да? Я так понимаю, что... Григорий Лепс врывается в эфир. «Полезное время» на «Радио Шансон». Дамы и господа, это «Радио Шансон», шоу «Полезное время». Николай Трубач у нас в гостях. Мы слушаем интересные истории и в эфире, и за эфиром. За что Николаю громаднейшее спасибо. Ну, за эфиром вы военную тему так хорошо, армейскую тему обсудили. Интересно. Да, друзья, мы узнали, что Николай был серьезным, строгим и справедливым старшиной. Да. Главным корабелем. Вот. Добавлять. Это большой человек, кстати. Вот я, как сухопутный военнослужащий, я не знал, что очень это серьезная была должность старшина на плоте. Ну, не каждому удавалось, да. Мне вами остается только восхищаться. У меня есть еще восхищение городом Николаевым, потому что очень талантливые люди оттуда приезжают и покоряют, ну, сначала советскую публику, а теперь вот российскую публику. И Николай как раз из Николаева. Да. Что там такого в Николаево? Что земля такая вот мелодичная у вас? Как так происходит? Что там такого? Там, ну, то же самое, что и в Питере. Там разводные мосты. Ага, вот оно. Там море, но там тепло. А-а-а. И там вино. Там просто, ну, это... Атмосфера как-то вот, да, способствующая? Да, южная романтика, она всегда присутствовала. Южный ветер. Сначала Александр Серов приехал и покорил всех как раз вот. Ну, сначала там еще Сергей Захаров, царствие ему небесное. Ой, какой был Бориндон. Да, там еще Людмила Сеенщина замечательная была наша. Вот потом уже Саша Серов с Игорем Крутым вместе они. Серов-то тоже на флоте ведь служил. Да, да, мы с ним, да, братаны в этом смысле. Ну, и музыкальным, конечно, земляки. Вот, поэтому... Ну, все мы, все по одним улицам ходили, в одних ресторанах играли. И на одном поезде ехали потом друг за дружкой в Москву. Потом, конечно же, знаменитая группа «Диалог» во главе с Кимом Брейдбургом, ныне продюсером, композитором известнейшим, человеком, с которым мы вместе... А через неделю день рождения у него будем отмечать. Да, будем отмечать. Помните, надо же... Ну, а как, слушайте. Вот, поэтому, да, ну, братья Меладзе. Потом еще группа «Мечтать» у нас такая была. Ну, а следом уже и я подтянулся. Все однополчане так, да? Раз, раз, раз. Кто сейчас, кого нам сейчас ждать из Николаева? Может быть, есть вот кто-то, кто-то приедет. Следите вы за молодежью. Пишут, может быть, Николай, вот, помогите, мы уже из Николаева. Ну, пишут очень многие, там, тем более, там осталась студия, там остались музыканты наши старые, замечательные. Кого-то пишут, но я не знаю, кого ждать, потому что сейчас просторы музыкальные, они настолько расширились. Если раньше все дороги вели только в Москву, то сейчас, мне кажется, то есть весь мир для них открыт. Достаточно записать красивую песню, поместить ее в известную сеть, и, собственно, нет смысла покупать билет и ехать кому-то на поклон. Мне кажется так, потому что сейчас молодежь такая она стала, она, безусловно, просто дико талантливая, как всегда, наглая, вот, по-хорошему. Ну, так должно быть, да? Конечно, конечно, то есть чисто любивый дублер, да. Вот, стали уже мастерами, поэтому они больше нас знают, как с этим справляться, и мне очень нравится эта ситуация. Какие-то коллаборации, может быть, кто-то из молодежи предлагает? Да мне все время предлагают коллаборации, но я просто с этими коллаборациями как-то, мне кажется, увлекся в свое время. Вот, поэтому, наверное, я не то чтобы против, просто для того, чтобы случилась какая-то коллаборация, мне это должно быть что-то такое интересное. Ну, или что-то такое, которое, что стало бы интересно, прежде всего, вот, нынешней, так сказать, нынешней движущей силе молодежной. Я, в общем-то, за любой кипиш, кроме голодовки, как говорится, но просто, чтобы не тратить время зря, не потратить его впустую, то есть это должно быть очень талантливым. Насколько вы активны в соцсетях? Время... Не активен совсем, да. То есть я иногда, я читаю, конечно, у меня уже газет нету на столе, как раньше, я любил с утра, там, пачку газет, там, на полтора часа, там, туда занырнуть. Нет. То есть все, я уже научился это смотреть. То есть... Онлайн? Да, онлайн, но какие-то общения, я, знаете, как за 30 лет моей музыкальной карьеры столько начитался гадостей всяких, в частности, про себя, там, и про окружающих меня, близких людей, то я как-то меньше этого не стал. То есть, надо как-то люди высказываются, некоторые, может, не совсем адекватно. Мне это неприятно. Мне достаточно того, что я слышу, там, в пробках, на улицах, как общаются водители между собой. Пока дойдешь от машины, там, до дома, всякое может случаться, но слушайся. Поэтому я предпочитаю как-то жить в своем мире. Если это не нужно для работы, то есть вот непосредственно для работы, мне хватает того, что я сделал в своей жизни уже не совсем. И делаете, дорогой Николай. То, что я делаю, то, что я делаю, я делаю уже больше для души, нежели для каких-то там хайпов. Давайте о том, что вы делаете, и делаете для души. 2022 год наступил. Что нам в этом году от вас ждать? Что вот вы себе загадали в новогоднюю ночь по работе? Давайте вот. По работе, ну, по работе, по работе, ну, очень много написано песен, но это все говорят, музыканты, которые пишут. И вы скажите, не стесняйтесь. Конечно, да. Я тоже, как и все, какое-то время сидел на самоизоляции, или когда болел, и когда вот с живота перевернулся уже и занял нормальную позицию, то есть хотя бы за столом, да, вот. Я тяжело, кстати, переболел, но, слава богу, все хорошо. Я, конечно, тоже много чего сочинил, у меня дома все необходимое есть для работы, инструменты всевозможные, вот. Но я много чего написал, имеется в виду в эпистолярном жанре. Так, интересно. Да, я все время пишу книгу, веселую такую книгу, то есть из одних веселых только историй. Такой, на дар Думбадзе, такого деревенского разлива, как я. Вот, поэтому я вспоминаю всевозможные. И эти истории вот сейчас наплывают, то есть они все возвращаются, и я все время дописываю, дописываю, дописываю. Она биографическая такая получается? Она биографическая. Это то, что я на себе испытал, то, что я видел своими глазами, слышал своими ушами, вместе со своими друзьями, музыкантами. То есть это такая история детства шоу-бизнеса, этой дороги. То есть это такая очень смешная история. То есть если ее прочитать, то получится, что я живу такой очень безбашенной, какой-то дурацкой жизнью, но очень веселой жизнью. Когда выйдет в свет книга? Ну, не знаю. Я жду, когда проснутся эти, как эти, наверное, книжные развалы. Потому что эта отрасль, она пока что как бы немножко замерла. Она готова, насколько я понимаю, рукопись, да? То есть необходимо? Практически да. То есть у меня уже идут какие-то переговоры, поэтому это моя главная какая-то такая история. Но учитывая, у нас есть своя студия собственная, поэтому мы потихонечку-потихонечку уже немножко что-то там делаем. Из нового, совсем абсолютно нового материала. Взрослого. Мы желаем вам, чтобы получилось в этом году с книгой, чтобы книга увидела свет. Дорогие издатели. Меня уже просто все уже, меня терзают. Кто бы у меня не увидел из друзей, а ты потом про меня написал? Ну, конечно, написал. А что там? Что-то не волнуйся, все хорошо. То есть никакой грязи, все нормально. Друзья, там все хорошо, там все весело. Ну, а у нас сейчас лирика Николая Трубач, песня под названием «Белым». Давайте ее слушать. Ну, а потом мы вернемся к разговорам. Полезное время на радио «Шансон». Дамы и господа, полезное время на радио «Шансон» продолжается. У нас по-прежнему в гостях Николай Трубач. Смотрю на календарь, понимаю, что завтра у нас 4 февраля. Завтра что? Праздник хорошего настроения. Завтра пятница. Да, завтра пятница. Кроме того, Международный день Человеческого Братства. Есть много праздников. Это вам на заметку так. Как можно этот день провести, друзья, еще и с музыкой? Между прочим, завтра в Гнезде Глухаря будет прекрасный концерт. Давайте спросим у Николая о подробностях. Это будет мой очередной концерт в этом великом месте, легендарном. Завтра полностью живой звук. У меня прекрасный много лет, уже много-много лет прекрасный коллектив. А вот вы приходили с этими ребятами, да? Да, мы здесь в этой студии играли в живой струне. У меня прекрасные ребята. Мы ни на один день не останавливались в своих, так сказать, чаяниях и репетициях. Все эти там два года пандемии, поэтому мы в очень хорошей форме сейчас. Так что завтра в этот день чего там? Братства всемирного? Я скажу, что самое главное, вот Любаша правильно сказала, да, что завтра пятница. А пятница это самый великий день, потому что можно забыть про трудодни, про вот эту всю суету, суматоху, просто прийти с друзьями на классный концерт, послушать Колю Трубача легендарными песнями и послушать, и потанцевать, покушать, выпить, закусить и пообщаться. Праздник хорошего настроения, я напоминаю, и Международный день человеческого братства. Вот это вот завтра, да? Ну, у нас праздник хорошего настроения каждый день, поэтому... Программа... Завтра будет двойной праздник. Программа «Были и будем», да, вот насколько я понимаю? Да, программа называется «Были и будем». Все хиты 90-х, и я так понимаю, что вот какие-то новенькие песни, потому что... Мы играем, да, мы играем, ну, с десяток, наверное, хитов 90-х, потому что без этого никак. В том числе и с самых легендарных классики, да, всякие играем. Вот, ну, и с десяток песен играем новых, плюс я еще сольные играю. Очень много трубы, очень много в последнее время стало у меня. Последнее время? Ну, да, просто как-то я раньше... Ну, я играл в своих программах на трубе, ну, там, в трех-четырех песнях, а сейчас практически чуть ли не в каждой песне. Нравится. Вот я как-то на шестом десятке снова ощутил вкус как-то и желание играть на своем любимом инструменте. Ну, мне кажется, что, вот поправьте мне, если не так, это же очень полезно еще и для здоровья. Все-таки вентиляция легких, и вот как-то это все работает в организме. Ну, полезно для здоровья шарики надувать. Так. Да. А на трубе играть не очень полезно. Не очень. Это очень тяжелый инструмент, и, да, и поэтому нужно хорошее недюжие здоровья и хорошие легкие, чтобы на нем... И тренировка, что немаловажно. Репетиции, да. Сколько надо заниматься в день? Вот как это все? Ну, шесть-семь часов в день. Ну, это на заре, так сказать, учебы и становления. То есть это музыкальная школа, музыкальное училище, консерватория, работа там в симфоническом оркестре и так далее. Сейчас я, конечно, так много не занимаюсь, но, тем не менее, раз в день обязательно минут на сорок беру инструменты. Что касается вокала, дорогой Николай, мы ведь слышали в телевизионных проектах такие оперные прям вещи, и это же тоже требует занятий. Как с этим здесь? Нет, это я вот так с дуру взял и спел, если честно. Это Лолита почему-то объявила всем, что я какой-то хармейстер. Это какая-то такая неверная информация, потому что я духовик, я закончил духовой отдел, духовое отделение. А хоровик я вообще никакой не хоровик, я дирижер духовых оркестров, моя специальность и солист оркестра. Но, да, вот эту вот оперу, ну, мне предложили, почему нет? Нет, мы дурака валяли, конечно, в свое время там, поэтому, ну, мне кажется, у меня неплохо получилось. Здорово получилось. Я просто спрашиваю, будет ли... Ларго, а потом мы дали читал Ларго. Будет ли продолжение? Класс. Ну, прикольно, да. Очень классный опыт для меня был, и как-то я на удивление, то есть хороший резонанс получил такой. Конечно, прекрасный резонанс. Вы, пожалуйста, если будет возможность, продолжайте и в этом направлении тоже. Труба с вами, книга пишется, значит, опера распевается. Концерты играются. Концерты играются, да, друзья, завтра... Картинка прекрасная получается, если... Ну, что еще надо, человек? Здоровья только, да? Крепчайшего здоровья и... Внук растет, ну. Я посмотрел, вот смотрите, получается, 12-й год, это по дискографии были и будем, да? Что, когда нам ждать, может быть, через 10 лет еще пластинчика новая выйдет? Вот сейчас как раз 22-й, а был 12-й. У меня материал уже, ну, если следовать, ну, там, моде, там, 12-го года еще, да, тогда еще пластинки как-то выпускалось, сейчас, я не знаю, у меня материала, наверное, на 2, может, на 3 пластинки уже набралось, но где-то что-то переделается, я не знаю, может быть, винил мне, вот, мне нравится эта идея с винилом. Это прекрасная идея, Николай. Да, ну, наверное, к 55-ти, к юбилею, да, который не за горами же, в принципе, поэтому, ну, я думаю, что почему нет, выбрать самые лучшие песни и закрутить на виниле, это было бы круто. А слушать винил любите, вот? Обожаю. Что на виниле у вас, что ставите и прям наслаждаетесь, какими треками, что это? Ну, я не знаю, будете смеяться, но это может быть даже... Смешительность. ...модер-токинг, например. Какой альбом? Ну, вот тот самый, там, 85-го года. С шарами вот этот, да, на пластиночке? Да, да, да. Там просто такой чистый звук, я еще помню это впечатление, когда они только появились тогда, то есть, что-то эти барабаны, какие-то электронные непонятные, то есть, тот шок до сих пор не прошел. Ну, там же была интересная стереофония такая очень... Это потрясающе вообще просто, это все летало, то есть, этот треск, это все, это такая красота. Я просто, я не знаю, как куда-то это все, к сожалению, уходит потихонечку, но я надеюсь, что не уйдет. Держите вот эту вот моду на хорошую музыку, на хорошую... На нас-то, на нас-то, до могучих стариках, да, все держится. Ну, ладно вам, что вы. Между прочим, по поводу того, как вы отдыхаете, расскажите, потому что артистам надо же быть всегда в тонусе, в хорошей форме. Восполнять энергию. Да, что у вас есть какой-то рецепт свой? Ну, человек растет, как говорят, знаете, человек два года учится говорить, а потом 70 лет держать язык за зубами. Поэтому, ну, по мере возраста, так не то, что, я не скажу, что здоровье, там, что-то такое, да, но, тем не менее, для себя, для себя, да, то есть, я, например, каждый день обязательно выбираю время и хожу, там, от трех до пяти километров, это обязательно хожу, не бегаю, бегать уже как-то не очень хочется, ну, лень просто. А ходить обязательно, это очень помогает для голоса, то есть, для, потому что у меня после перенесенного ковида, к сожалению, появилась одышка та самая, и я первое время пришел на первую репетицию, у меня ребята за голос схватились, думали, что все, конец, потому что я половину репетуара просто вообще не кинул. Ну, сейчас просто потрясающе, вот, слава богу, расходил, раздул свои, так сказать, меха водолазные. Прекрасно. Да, так что, это самый лучший отдых, заниматься собой, семьей, внуком любимым, футбольщик с ним уже потихонечку. Как зовут внука? Внука зовут Лёва. Лёве большой привет, и от радио шансон, и от дедки. У Лёвы тоже послезавтра юбилей, два года. Вот, с наступающим! Огромное спасибо вам. Завтра хорошей встречи со зрителями. Вам, ребят, тоже спасибо за приятный эфир, приятный вечер в вашей компании. Всего доброго и ждем. А всех хочу пригласить, приходите, будет очень классно. Друзья, Николай Трубач был в гостях у радио шансон в рамках шоу «Полезное время». Любаша Володина. Роман Шахов. Дорогие друзья, хорошего вечера и до новых встреч. Пока! Полезное время с Романом Шаховым и любовью Володиной.